Жителями Воловского района Михаил Тарасенко встречается не в первый раз. Общение всегда проходит в форме диалога. В таком формате работать проще и людям, и депутатам. Сейчас речь идет о повышении пенсионного возраста. Ваше отношение к этому вопросу? На нынешнем этапе, в ближайшие 4-5 лет, такой необходимости нет. Наши проблемы заключаются не в пенсионном возрасте. Наши проблемы лежат совершенно в другой плоскости. В плоскости низких пенсий есть масса других проблем. Михаил Тарасенко – первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Отсюда и тема для разговора о дефицитном бюджете, зарплате и пенсиях. Депутат Госдумы сообщил, до конца года будет еще одна, вторая индексация пенсий. Пенсии страховые и социальные индексируются на 4%, но по итогам работы первого полугодия, как сработает российская экономика, обязательно будет проведена вторая индексация пенсий, но размер ее будет определяться уже другим законом. Одной из важных инициатив Михаила Тарасенко стал закон о запрете заемного труда. Теперь работодатель не сможет сдавать сотрудников в аренду. Такие трехсторонние отношения в некоторых странах норма. В России они с этого года запрещены. Все международные профсоюзные форумы, мировые, такой, будем говорить, авторитетные организации, как Международная федерация металлистов, сейчас она, правда, по-другому называется, в нее уходит 157 стран, у них написано, запретить заемный труд, современное рабство. Они не смогли ни в одной стране это запретить, а в нашей стране заемный труд запрещен. Встреча длилась больше час. Люди спрашивали о повышении пособия по безработице, поддержке сельского хозяйства. Михаил Тарасенко сообщил, над многими вопросами депутаты уже работают. Я сегодня еще раз убедилась в том, что обстановка, конечно же, реальная. Все нам нарисовали картину такую, какая есть на сегодняшний день в стране. И есть надежда на то, что общими усилиями все можно будет решить. Анастасия Сердюкова, Андрей Зубков, Липецкое время, Воловский район.